Добрый вечер, тоже очень рад видеть вас. Но, тем не менее, уже спровоцировала большой международный скандал. Что думаете об этой истории? Эта история – это абсолютно логичное продолжение той системы, которая продолжает функционировать в Беларуси на протяжении последнего года. Это система, в которой идеология и то, что можно назвать идеологической выдержанностью, ставятся превыше всяких стандартов профессионализма и, в данном случае, возможностей и талантов в спорте. Хотя сами руководители «Хунты» говорят, что спорт вне политики, на самом деле они активнее, чем кто-либо еще используют спорт и использовали на протяжении 27 лет спорт исключительно как инструмент пропаганды, исключительно как инструмент для поддержки боевого духа Александра Лукашенко и его сторонников. Поэтому сегодняшнее событие – это просто продолжение той цепочки совершенно диких каких-то шагов, которые совершает «Хунта» после 9 августа 2020 года. История абсолютно равнозначная с похищением Романа Протасевича. Поэтому многие в Беларуси сегодня говорят, что «Хунте» даже не надо помогать, она справится сама с тем, чтобы разрушить все основы самой той системы, которая была создана именно благодаря подобным ситуациям. Мне кажется, сейчас более печально даже не судьба самой Тимановской, а тех функционеров, которые неудачно провели операцию по ее насильственному вывозу. И я должен отметить, что это впервые подобная история происходит, когда гражданка Беларуси со времен СССР подает прошение, еще пока не подает, но уже выразила готовность подать прошение о получении политического убежища в другой стране во время Олимпийских игр. Это, конечно, кроме как фиаско и каким-то огромным пиар-поражением «Хунты» назвать просто сложно. Это действительно медийно абсолютно проигрышная история, которая помимо неудач на Олимпийских играх добавляет еще очков продемократическим силам. Стоит отметить, что сама Тимановская не была активной участницей протестного движения. Она высказалась против насилия в августе, но после этого старалась не участвовать в каких-то публичных обсуждениях этой темы, публичных дискуссиях. И, как оказалось, одного выступления, одной записи в Инстаграм было достаточно для того, чтобы на нее спустили с цепи всех пропагандистов и чтобы против нее была начата травля во всех СМИ холдинга Александра Лукашенко. То есть получается, что уже даже умеренные, те, кто не высказывает активную позицию, тоже уже попадают. Как вообще выбирают жертв, условно говоря, для того, чтобы начать попытаться покидеть или начать травить? Как это происходит? Дело в том, что сейчас сама логика системы выстраивается так, что любой человек, который не высказывается открыто в поддержку Александра Лукашенко и его окружения, уже становится, если не врагом, то идеологически некорректным, идеологически неправильным человеком. В открытую на государственном, так называемом государственном телевидении, которое полностью приватизировано самим Лукашенко, фактически говорится о том, что в стране есть враги народа. То есть мы вернулись абсолютно в реальность, которая существовала во время сталинских репрессий. И семантика, тот язык, который используется на телевидении, который используется сотрудниками госканалов. Вот сегодня, буквально пару часов назад, один из сотрудников в своем телеграм-канале призвал, как же он сказал, мочить тех, кто предлагает валить из страны. То есть он призывает открыто к массовым убийствам людей, которые предлагают выезжать из страны для сохранения своей безопасности людям вроде Тимановской. Поэтому мы видим логику развития авторитаризма в совершенно тоталитарное государство, подобное в Северной Корее. И некоторые эксперты уже говорят о том, что в Беларуси выстраивается парафашистский режим, что подразумевает, в общем-то, абсолютно схожий с фашизмом инструментарий, за исключением того, что в идеологии нету идеи о том, чтобы создавать нового человека. То есть идеология этой системы, которая сейчас существует в Беларуси, она, в общем-то, основывается на том, чтобы удержать власть Лукашенко и сохранить все, если не в том виде, как есть, то хотя бы вернуться в прошлое. В отличие от фашистских режимов, эта система не толкает куда-то в будущее, не зовет создавать идеального нового белорусского человека. И это единственное отличие, а во всем остальном это абсолютно фашистский, абсолютно тоталитарный инструментарий, который использовался в 30-е годы. У нас звонок, давайте узнаем, откуда наш зритель, как раздавод и откуда вы задаваете вопрос. Извините, добрый вечер еще раз, Александр. Да, Александр, из Риги. Я хотел спросить у вас, вот вы все говорите про тоталитарный режим. Скажите, пожалуйста, как идет процесс формирования новой конституции? Как вы к этому относитесь? Как вы участвуете в этом? И насколько я знаю, будет референдум и будет мирная передача власти. Причем здесь КНДР. Что вы здесь, так сказать, тень на плетень наводите? Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, вы подняли такую волну встречу Байдена с Тихановским. Скажите, пожалуйста, куда делся Гуальда? Такая же волна была. Был и нету. И точно так же будет с вашей Тихановской. И третий вопрос. Почему ваш, так сказать, кумир Латушка 17 лет работал за границей? Его государство белорусской кормило, чтобы он защищал его. А он оказался предателем. Спасибо. Спасибо, Александр. Очень эмоциональный комментарий. Серж, что скажете? Спасибо большое, Александр, за ваши вопросы. Во-первых, стоит сказать, что ни о каком конституционном референдуме речи быть не может. До того момента, пока не восстановлена законность Беларуси. На территории страны как минимум 590 политических заключенных. В стране вообще не работает закон, не работает судебная система. И ни о каком референдуме речи быть не может. Это будет точно такой же симулятор, как референдум, так называемый, который под дулами автоматов провели в Крыму. В 2014 году. Поэтому ни о какой конституционной реформе не может быть и речи, пока Лукашенко сохраняет военный контроль над территорией страны. То есть этот вопрос не сейчас должен решаться. В первую очередь должен решаться вопрос о проведении честных выборов, которые будут проведены по международным стандартам и в присутствии международных наблюдателей. Все остальные вопросы должны решаться намного позже. Второй вопрос у нас был по поводу Светланы Тихановской и ее визита в Вашингтон. Я бы не хотел сравнивать ситуацию в Венесуэле и ситуацию в Беларуси, просто потому что это две совершенно разные страны, совершенно разной реальностью, совершенно разными политическими системами и политическим прошлым. Что касается визита Светланы Тихановской в Вашингтон, да, это был отличный визит европейского лидера, который проводит рабочую встречу с представителями другого государства в рамках выстраивания системы дипломатических отношений. Здесь я не вижу никакого криминала, никакого негатива. Это обычный визит, который совершают все другие президенты. И избранный президент Тихановская также совершила рабочий визит, который никакого отношения к господину Гуайдо не имеет. И, наконец, третий вопрос. Я не являюсь фанатом, как вы выразились, господина Латушка, не могу за него отвечать. Но в данном случае самое главное – это не то, что государство кого-то кормило, а всех чиновников, в том числе и господина Латушка, кормили налогоплательщики, которые, в общем-то, своими деньгами оплачивали работу дипломатической структуры и дипломатов, либо министров, если говорить о господине Латушко, который в свое время был министром культуры. Вот это самая главная проблема людей на постсоветском пространстве. Они считают, что какое-то абстрактное государство кого-то кормит. Нет абстрактного государства. Есть налоги, которые заплатили люди, и которые в ответ на выплату своих налогов хотели бы самостоятельно выбирать руководство своей страны, которое было бы ответственно и которое выдавало бы отчетность о том, куда идут эти деньги. Поэтому я считаю, что ваш комментарий совершенно некорректен. Я отмечу, что Павел Латушка выйдет в прямой эфир нашего стрима сразу после Сержа, поэтому у Александра и у других наших зрителей тоже будет возможность задать ему вопрос. Но все-таки, возвращаясь к теме Тимановской, на ваш взгляд, какие последствия могут быть у этого события, у этой истории? То есть есть ли шанс, что это будет дело по резонансу, аналогичную историю с Протасевичем? Вот как вы видите? Да я думаю, что этот процесс уже стал абсолютно идентичным медийно уже через час или полтора после того, как появилась первая информация о принудительном вывозе спортсменки с белорусской олимпийской сборной. Эта новость была уже на лентах информационных агентств крупнейших медиа, как в Японии, так и международных. Поэтому я думаю, что последствия будут довольно тяжелыми для представителей Национального олимпийского комитета, многие из которых находятся уже под санкциями. Я думаю, что люди, которые непосредственно принимали участие в принудительном вывозе белорусской спортсменки, также вряд ли смогут принимать участие в дальнейшем в каких-то спортивных мероприятиях международного уровня, но также понесут ответственность уголовную за какие-то, уж не мне решать о суду, свои действия, которые не согласуются с законодательством Японии, на территории которой находились эти люди. На ваш взгляд, насколько вероятен сценарий, что сегодня в знак протеста против того, что Япония не выдает Тимановскую, олимпийская сборная Беларуси может покинуть Олимпийские игры. Возможно ли такой вариант? Я думаю, что возможно все. В данный момент в олимпийской команде 109 человек, из них только 7 были допущены из числа тех, кто выступил открыто против насилия за последний год. То есть отсев людей на Олимпиаду проводился в первую очередь по идеологическим каким-то признакам. Это проводили конкурсы, проводили люди, которые были спортивными функционерами и представителями спецслужб. Поэтому исключать такой вариант, конечно, нельзя. С другой стороны, мне медийно очень интересно, каким образом сейчас в медиахолдинга Лукашенко будет производиться информационная атака на Японию. Вероятно, будет сказано, что Япония – это новая фашистская страна, которая планирует реванш по аналогии, например, с Германией или Литвой. Фашистский реванш. И все это было сделано только для того, чтобы произвести какой-то государственный переворот на территории Беларуси. Конечно, это абсолютно абсурдные заявления, но я даже не сомневаюсь, что в ближайшее время на государственных медиах это можно будет услышать и увидеть из каждого утюга. Ну что ж, Серж, спасибо вам большое. Серж Харитонов – медиаэксперт, политолог был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Спасибо и вам.